Здравствуйте! Вы смотрите программу событий в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. Обсудили со студентами перспективы развития университета связи. В Самару с рабочим визитом приехал министр цифрового развития Максут Шадаев. Со следующего года материнский капитал в России превысит полмиллиона рублей. Подробности в новостях экономики. Сэкономить на проезде. Где и как приобрести в Самаре карту жителя. В Самару с рабочим визитом прибыл министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев. Первым делом министр встретился со студентами БГУТИ и ответил на все их вопросы. Сразу после отправился в технопарк ВУЗа, где студенты познакомили его со своими разработками. Подробности в сюжете. Первым пунктом для своего визита федеральный министр цифрового развития и связи выбрал Павловский государственный университет телекоммуникации и информатики. Максут Шадаев встретился со студентами, они задали интересующие вопросы, а после этого будущие айтишники показали свои разработки в технопарке ВУЗа. Университет связи один из ведущих в регионе. Высокий КПА студентов и профессионализм преподавательского состава ставят учебное заведение на достойное место в общероссийском рейтинге. Университет участвует в программе кадры для цифровой экономики. На встрече со студентами Максут Шадаев заявил, что готов набрать айти-группу из Самарского ВУЗа и взять ребят на практику с последующим трудоустройством. С точки зрения цифровизации региона все хорошо, регион один из лидеров, двигается активно. В этом регионе мы в первом обкатываем модель подключения удаленных малочисленных населенных пунктов и организации там тотального покрытия мобильным интернетом. Порядка 100 населенных пунктов в этом году должны обеспечить мобильным интернетом, в нашем понимании за этим будущее. Благодаря инициативе региональных властей и поддержке депутата Госдумы Александра Хинштейна университету удалось избежать оптимизации и отстоять свою самостоятельность, когда ВУЗ хотели сделать филиалом одного из столичных учебных учреждений. А значит удалось и сохранить все научно-исследовательские наработки самарских специалистов. Сейчас университет связи подведомствен федеральному министерству. В этом году он получил рекордное количество финансирований. Деньги пойдут на строительство бассейна рядом с корпусом на Московском шоссе и ремонт самого корпуса. На ремонт и модернизацию корпусов ВУЗов выделяется беспрецедентная по масштабу цифра порядка 80 миллионов рублей. Для понимания скажу, что ранее в год не выделялась сумма больше 5 миллионов. И принято решение о строительстве нового студенческого бассейна здесь на Московском шоссе. Для министра составили насыщенную программу в планах показать главные цифровые проекты региона. Например, система «Безопасный город», которую успешно реализовали в 41 школе. Фотографии всех учеников и работников образовательного учреждения внесены в базу данных. На входе установлены камеры, которые реагируют на лица всех входящих и сопоставляют их с базой. Чужие попасть в школу не смогут. В регионе открылся единый центр компетенции. Он будет вести контроль заявок, работать с обращениями клиентов, вести круглосуточный мониторинг автотранспорта и контролировать маршрут исследования, а также обрабатывать первичную бухгалтерскую документацию в интересах всех территориальных филиалов. Цифровая трансформация всех сфер жизни общества – это общенациональный приоритет развития региона и страны в целом. Губернатор Дмитрий Азаров уделяет этой сфере особое внимание. Цифровые технологии будут, как нельзя кстати, в преддверии выборов. Хорошо, это важно, что сегодня мы здесь, и сегодня все избиратели могут убедиться, как выстраивается эта работа, под каким контролем, и как четко она организована. В Самарской области ведется работа по подключению школ, ФАПов и других социальных объектов губернии к высокоскоростному интернету. Многие образовательные учреждения сегодня оборудованы системами видеонаблюдения, а также тревожными кнопками. Меняются и учреждения культуры. Библиотеки становятся больше ориентированы на современные технологии, в том числе интернет. Светлана Кудрявцева, Мария Левина, Василий Колдашов. События. Как реализуются меры социальной поддержки ветеранов на территории области? И какие практики оказания адресной медицинской помощи людям старшего поколения наиболее эффективны? Эти вопросы обсудил губернатор Дмитрий Азаров с представителями общественных организаций и медиками. Подробности в нашем сюжете. Всю жизнь они отдали служению Родине. Социальная поддержка ветеранов – одна из приоритетных задач руководства страны. Представители общественных ветеранских организаций и Самарское региональное отделение партии «Единая Россия» обсудили действующие меры социальной поддержки ветеранов, а также новые, внесенные в народную программу фракции. Мы вместе определяем цели развития нашего региона. Мы вместе выявляем самые острые, злободневные вопросы, которые волнуют ветеранов, волнуют людей старшего поколения. Волнуют патриотические движения, наших волонтеров, юных защитников Отечества. Тех, для кого слово «Родина», «Патриотизм» – это не пустые слова, а смысл жизни и призвание. Особое внимание уделили инициативам от самих избирателей. Благодарю ветеранов за поддержку во всех наших начинаниях, потому что уже многие годы ветераны являются инициаторами того, что происходит у нас здесь, в «Единой России». И мне очень приятно сегодня было говорить им спасибо за те инициативы, которые они проявили. Это «Герои земли» Самарской проект. Безусловно, парад памяти, уникальный проект, энциклопедия подвигов. Все это родилось в стенах «Единой России» при поддержке ветеранов. Сейчас ветераны в Самарском регионе могут рассчитывать на бесплатную поадресную полустационарную и стационарную медицинскую помощь, оздоровительные выезды, а также социальный туризм. Кроме того, для них создаются дополнительные условия ухода, отдельные палаты в лечебных учреждениях и многое другое. Это такие меры, как бесплатное зубопротезирование, бесплатные слуховые аппараты, а также льготная оплата медикаментов. За последние несколько лет 931 труженик тыла и более полутора тысяч ветеранов Великой Отечественной войны были обеспечены жильем. В регионе возобновили выплаты ветеранам труда, а за последние два года больше 800 тысяч граждан пожилого возраста получили социальные пособия и компенсации. Одна из последних мер поддержки – выплата по 10 тысяч рублей, инициированная президентом Владимиром Путиным. Сами ветераны говорят, что даже в силу возраста рано списывать их со счетов, и одной из мер поддержки они видят большую вовлеченность в общественную жизнь региона. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов, События. Самарские зеленые предлагают модернизировать очистные сооружения и перерабатывать сине-зеленые водоросли, чтобы прекратить замор рыбы. В Самаре прошел круглый стол, организованный Самарским рекотделением партии. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Основная цель – привлечь внимание к проблеме массового замора рыбы и выработать меры решения. А также отказаться от фосфатов. Активисты ЛДПР Камышлинского района Самарской области откликнулись на призыв в местной газете «Камышлинские известия» и привезли канцелярские принадлежности для школьников в центр «Семья». Партийцы вручили тетради, рюкзаки, сувениры и прочую продукцию с символикой партии «Малоимущим семьям», дети которых в этом году пойдут в начальную школу. В поселке Стройкерамика прошел ежегодный турнир по армрестлингу «Кубок пекаря», организованный КПРФ. Об этом сообщает газета «Трудовая Самара». В этом году поединки проводились по 12 категорий. Победители и призеры получили кубки, медали, а также подарки от спонсоров. Образование, дорожное хозяйство и ЖКХ в доме городского округа Самара подвели итоги исполнения бюджета за первое полугодие. За это время городская казна пополнилась, а траты остались социально направленными. Продолжит тему Ольга Хомракулова. Ключевые финансовые показатели самарской экономики. В городской думе подвели итоги исполнения бюджета за первые шесть месяцев этого года. В заседании приняла участие глава Самары Елена Лапушкина. За полугода городская казна пополнилась на сумму свыше 14 миллиардов рублей и по всем показателям остается профицитной. Из всех запланированных на год трат, кассовые расходы при исполнении бюджета составили 43%. По полугодию исполнение бюджета приближается к половине. Это традиционные цифры. Во втором полугодии закрываются контракты, заканчивается строительство, ремонт и, соответственно, исполнение бюджета догоняет плановые показатели по году. Бюджетные траты остаются социально направленными. Больше половины, а именно 56,6% были выделены на образование. В городе активно идет строительство школ и детских садов. Не остались без внимания дороги и сфера ЖКХ. Увеличен объем финансирования муниципальных и ведомственных целевых программ. Все программы направлены на обеспечение жизнедеятельности города. Что такое жизнедеятельность? Общественный транспорт, образование, социальная сфера и благоустройство, ЖКХ, экология. На бюджетные средства оказали поддержку и внутригородским районам. Межбюджетные трансферты превышают 48% от годового плана. Ольга Хомракулова, Николай Епифанов. События. В 63-м регионе на базе Нотариальной палаты Самарской области работает горячая линия связи с избирателями. Уже 11-й день граждан консультируют в электоральных вопросах. Главная задача не только обеспечить соблюдение избирательных прав голосующих, но и в некоторых случаях разъяснить их. Мэри Елчан расскажет подробнее. За 10 дней работы пункта общественной горячей линии связи с избирателями поступило 33 обращения. Этот показатель в половину меньше, чем было в прошлой кампании. Это связано с тем, что такие прямые линии на базе Нотариальной палаты работают с 2009 года и на многие вопросы ответы уже были даны. Сейчас граждане в основном интересуются местом нахождения своего избирательного участка и порядком голосования на дому. Юристы также дают разъяснения и отвечают на вопросы, касающиеся предстоящего голосования 17, 18, 19 сентября. Мы регистрируем его обращение, заполняем необходимые данные, которые предоставлены в программе по регистрации обращения по горячей линии. Непосредственно сразу предоставляем разъяснения, если вопрос касается избирательных прав или по поводу избирательных участков и так далее. Есть и часть вопросов, которые носят социально-бытовой характер. Например, на горячую линию поступила информация об отсутствии водоснабжения в селе Большая Дзергуновка Большеглушицкого района. На основании экспресс-сообщения был получен ответ от главы поселения, который сообщил о гидравлической прочистке скважин. Но и это не явилось решением проблемы, в связи с чем соответствующую информацию направили в адрес губернатора Самарской области. Любое зафиксированное обращение председателя общественного штаба Галина Николаева в тот же день направляет в уполномоченные органы, где проводится проверка изложенных фактов и принимаются соответствующие меры. Все это входит в компетенцию горячей линии связи с избирателями, которая не раз доказывала свою эффективность. За последние 12 лет на горячую линию поступило более 2000 обращений. Большая часть звонков от избирателей пенсионного возраста, поскольку молодое поколение может самостоятельно получить информацию в сети интернет, на сайтах ЦИКа и избиркома Самарской области. Я думаю, что для избирателя вот такое внимание на власти очень важно. Не только в предвыборные дни, конечно же, но и на протяжении всего времени. Для граждан, я думаю, она очень ценна, эта работа, поскольку они имеют возможность обратиться в горячую линию, и губернатор уделяет большое внимание таким экспресс-сообщением с нашей горячей линией и нацелил на это все органы власти. Кроме того, по телефону горячей линии можно будет сообщить о возможных нарушениях избирательного законодательства. Пункт приема звонков от граждан будет работать до 19 сентября. Связаться с операторами можно с 10.00 до 18.00. В дни голосования 17, 18 и 19 сентября включительно. Прием обращений будет осуществляться с 8.00 до 20.00. Далее вас ждут новости экономики. Их подготовила Светлана Кудрявцева. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте, Виктория и уважаемые телезрители. Правда ли, что в этом месяце на торгах самарцы могут приобрести квартиры, участки и фруктохранилища? Да, это так. Подробности расскажу через минуту. А пока хорошая новость для всех, кто планирует стать родителями в следующем году. Мат-капитал превысит полмиллиона. В следующем году размер материнского капитала составит 503 тысячи рублей на первого ребенка. Если родится второй, родители получат 665 тысяч. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Он напомнил, что в проекте бюджета пенсионного фонда предусмотрена индексация материнского капитала. Если на первого ребенка семья получала выплату, размер доплаты на второго составит почти 162 тысячи рублей. Но главное событие в мире экономики сейчас – это Восточный экономический форум, который начал работу на острове Русский во Владивостоке. Участники обсудят темы развития Арктики, отношений России с Монголией и сотрудничества со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Основная тема форума в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. В России стартовала программа поощрения граждан, которые сделали прививку от коронавируса. До 1 декабря состоятся два розыгрыша денежных призов. Предусмотрено, что выигравших будет тысячи человек, и каждый получит по 100 тысяч рублей. Запуская программу поощрения, правительство тем самым выражает признательность гражданам, которые проявили сознательность, позаботились о своем здоровье и защитили своих близких, объясняет вице-премьер Татьяна Голикова. Семнадцатого, двадцать, второго и двадцать седьмого сентября на электронной торговой площадке жители Самарской области смогут приобрести движимые и недвижимые имущества, выставленные на торги в рамках исполнительных производств. В том числе квартиры, земельные участки и даже фруктохранилища, сообщает служба судебных приставов. Среди лотов также насосная станция, ангар, картофелехранилища, а также земельный участок в сто девяносто семь квадратных метров в Куйбышевском районе. Все это будет выставлено на торги с начальной стоимостью 283 миллиона рублей. Уйдут с молотка семь земельных участков в поселке Курумач, семь квартир в Самаре и одиннадцать квартир в Тольятти. Официальный курс доллара на 3 сентября 72 рубля и 85 копеек, евро 86 рублей 30 копеек, нефть марки Брент 72 доллара и 8 центов за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Хотели увеличить капитал и лишились денег. Почему в 21 веке люди верят в сказки и становятся участниками финансовых пирамид? Пострадавшие из Самары пришли за помощью к депутату Госдумы. Мария Левина также выслушала историю. Оксана и еще 15 человек из Самары вложили деньги в якобы инвестиционную компанию под 200 с лишним процентов дохода. Но обещанные прибыли так и не получили. Оказалось, что их средства ушли на создание финансовой пирамиды. И таких обманутых вкладчиков тысячи по всей стране. Много компаний, которые работают по сетевому маркетингу. Поэтому на момент, когда нас приглашали в эту компанию, в общем-то вопросов и осторожности никакой нет. Потому что система, она работающая. Тем более, как раз личный. Организация работает через интернет. С доверчивыми вкладчиками связываются менеджеры и, используя психологические техники, уговаривают стать частью команды. В конце прошлого года на данную компанию завели уголовное дело. Однако, неудавшиеся бизнесвумен хотят побыстрее вернуть вложенные средства. И за решением проблемы обратились к депутату Госдумы Александру Хинштейну. Если вы говорите о таком количестве потерпевших, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть ваши слова. У меня нет достоверной уверенности в том, что именно о миллионе пострадавших идет и потерпевших речь. Прошло время, за период которого почему-то никаких действий правоохрана не предприняла. Вот это вопрос. Пострадавшим понадобится запастись терпением, а также услугами хорошего юриста. Со своей стороны парламентарий будет пробовать перевести дело на федеральный уровень, так как пострадавшие есть в разных регионах страны. История как нельзя показательна для всех граждан. Это повод задуматься, что сказки – не место там, где речь идет о финансах и крупных вложениях. Мария Левина, Григорий Плешаков. События. В ближайшее время все участки тепловых сетей, которые питают объекты социальной сферы города, будут готовы к благоустройству. Сейчас специалисты заканчивают сбор монтажных схем на оставшихся теплотрассах. Об этом стало известно на заседании оперативного штаба по подготовке к зиме в Департаменте городского хозяйства и экологии. По словам первого вице-мэра Владимира Василенко, с этими участками не возникало никаких проблем. И сейчас готовность составляет более 90%. Напомню, что работа по перевооружению тепловых сетей в городе ведется в рамках подготовки к отопительному сезону. Общий срок готовности для всех объектов назначен на 15 сентября. А вот объекты социальной сферы, то есть медицинские и учебные учреждения, должны быть готовы до 10 сентября. После основных работ начнется благоустройство. В первую очередь обновят территорию, закрепленную за избирательными участками. Там, где избирательные участки, пройти, проверить все въезды и выезды, чтобы там в данной ситуации в первую очередь восстановить благоустройство для того, чтобы люди в этом вопросе или транспорт мог подъехать, или люди могли идти. Вот это задача. Таких у нас участков порядка 15 появляется. Все больше дорог в Самаре приводят в порядок, ремонтируют проезжие части и наносят разметку. Разделительные полосы появились на отремонтированной дороге на пятой просеке. Слово Марии Левиной. Штрих за штрихом, не спеша, разметочная машина выводит на свежем дорожном полотне разделительную линию. Этой ночью не до сна было бригаде из четырех художников. Формально Виталий Мошин – бригадир группы дорожных рабочих, однако занимается не ремонтом, а практически искусством. Его главная забота – обеспечить безопасность на проезжей части и эстетическую привлекательность дороги. Он наносит дорожную разметку. Мы начинаем сегодняшнюю работу вблизи новой школы, потому что нужна безопасность для детей, для всех окружающих. Без разметки у нас водители не могут ездить, правильно? Они не могут поделить дорогу. То есть разметка нужна для того, чтобы автомобилисты знали направление сыводвижения. На полотно наносят термопластик со светоотражающими шариками. Последние нужны для того, чтобы водители смогли в любое время суток видеть разделительные линии, что позволит избежать ДТП. Материал заготавливают заранее, уже на месте его переливают в разметочную машину и начинают творить. Гарантия на разметку год, но при небольшой интенсивности движения она может сохраниться и до трех лет. Сейчас работа снова проводится на тех улицах, которые выходят из ремонта. После проведения ремонтного покрытия верхние условия, как ремонт и картами. То есть погодные условия пока позволяют работать. Разметка всегда находится комплексно. Потому что после ремонта улицы намного асфальтно-бетонное покрытие в соответствующем с локацией наносится полностью. Продольная разметка и поперечная, пешеходные переходы, дополнительные знаки информации и так далее. То есть улицы обрабатываются комплексно. Дорожная разметка – это часть ремонтных работ на пятой просеке. Напомним, дорогу здесь привели в порядок картами по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Всего в Самаре запланировано нанести разметку на площадь 106 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день выполнено 85%. Мария Левина, Сергей Баскин. События. С сентября и до Нового года в муниципальном общественном транспорте Самары можно ездить почти на 30% дешевле. Для этого нужно всего лишь стать обладателем карты жителя Самарской области. Ее можно получить в одном из федеральных банков. Электронный документ многофункционален. Это и кошелек, и медицинский полис, и другие дополнительные услуги. Подробнее о транспортной составляющей расскажет наш корреспондент Сергей Кизоркин. Офисный сотрудник Фарида Харитонова живет в одном из спальных районов города. На работу в историческую часть Самары добирается на трамваи. С недавних пор проездной билет стал намного дешевле. Благодаря новой банковской карте жители Самарской области, объединяющие в себе несколько полезных функций. Если я раньше тратила сумму около 5 тысяч в месяц на проезд, то сейчас трачу намного меньше. Именно с этой карты это очень удобно. Никита Послушаев, персональный менеджер, весь день в разъездах, чтобы не искать парковок, для удобства пересел из автомобиля на общественный транспорт. Семья уже моя вся точно так же выпустила карты. Пока ждем оформления, потому что так недавно запустилась. Карты жителей Самарской области объединяет сразу несколько документов. Медицинский полис, электронный кошелек. На нее можно перечислить зарплату и использовать в транспорте для оплаты проезда. В метро, так и в автобусах, троллейбусах, трамваях. От суммы 29 рублей, то есть как при оплате банковской карты, так и стандартной транспортной карты. На чеке будет показано, что 29 рублей. Чуть позже вам придет уведомление о списании с вашего счета 21 рубля. Акции действуют до конца года в Жигулевске, Тольятти, Сызрани и Самаре. Выигрывают все – и пассажиры, и транспортные предприятия. Транспортное предприятие как работало, так и работает. Какой объем выручки оно получало, такой и получает. Выгода направлена именно на пассажира, на привлечение внимания к такому способу оплаты, как безналичный расчет и именно с использованием карты МИР. Мы всегда прислушаемся к нашим пассажирам. Они обращаются в соцсетях и на горячую линию общественного транспорта. Мы совместно все работаем со всеми перевозчиками, операторами и слышим наших пассажиров. И поэтому приятные бонусы такие предоставляем. Увеличение пассажиропотока и, как следствие, увеличение выручки и доходности предприятия. Полностью нам это все компенсирует также оператор транспортного города Самара. А ему, в свою очередь, компенсирует национальный платежный оператор. Карту жителей Самарской области может получить в одном из федеральных банков любой человек старше 18 лет. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков, События. Каждая женщина-королева с таким девизом в Самаре открывается первый в истории города инклюзивный конкурс красоты. Для финалисток организовали велопрогулку по набережной. С участницами конкурса познакомилась Мария Левина. Татьяна Репина – человек творческий, всю жизнь занимается искусством. Последние 10 лет посвятила пластическому инклюзивному театру. Татьяна – одна из 10 девушек-финалисток первого в Самаре инклюзивного конкурса красоты. Сегодня для участниц подготовили велоэкскурсию по Самарской набережной. Новые впечатления, новые идеи, новые мастер-классы. Велопрогулка для меня – это тоже много. Я всегда тоже хотела покататься на мостепедах. Но поскольку они двухколесные, она весь отсутствует и как бы не удавалась. А это тут специальные мостепеды, на которых мы сейчас отправимся в путь. Это мечта, которая сегодня стала реальностью, признается Надежда Панина, инициатор проекта, финалистка всероссийских конкурсов красоты. На протяжении месяца для девушек будут проводить различные мастер-классы и тренинги. С лекциями выступят косметологи, стилисты, ораторы и не только. Конкурсантки будут дефилировать на подиуме. Главная цель конкурса – показать, что каждая девушка – особенная королева. Суть проекта в том, чтобы донести, что человек красив еще и внутренне, несмотря на внешние данные, человек красив внутренне. И то, что наши девочки находятся в определенном положении, это не дает им права думать о том, что они некрасивые и никому не нужные. И вот именно вот эту зерничку хотелось бы в них взрастить, чтобы каждая из них почувствовала себя королевой. Главный приз конкурса – публикация фото на обложке модного журнала. Проект проходит при поддержке администрации Самары. В середине осени, 8 октября, в концертном комплексе «Дирижабль» снова наступит весна. К этому времени каждая из участниц приготовит творческий номер и покажет себя во всей красе. Мария Левина, Константин Головин. События. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на нашем официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok